олег день добрый приветствовали вот насчет лимонный чай вот везде приходим к чаю и лимону ты знаешь что один из спикеров мой канал это директор чайной фабрики вот видишь теперь осталось да 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 все сходится на твой канал ну твой наш ваш канал лимонный чай как там вообще жизня идет и самое интересное какие вопросы сейчас дают инвесторы потому что по опросам сейчас есть некое зачарование западными рынками слушай но я конечно не могу в ответе за все там 200 с лишним тысяч подписчиков сказать но как-то чай развешиваем лимон выращиваем но если серьезно то я не вижу какого-то сильного разочарования американским рынком а вот то что увеличилось количество запросов на конкретной истории на американском рынке на конкретные сектора и даже на конкретные там дивидендные фишки это да более того я уже наверное в течение всего текущего 21 года активно применяю стратегию так называемых дивидендных аристократов соединенных штатов и это началось как раз таки с того что большое количество было людей которые интересовались именно темы дивидендного инвестирования на американском рынке и вот этот раз судя по всему будет продолжаться потому что так же как и в россии мы видим что процесс июля августа на финансовых рынках этот период связан с реинвестированием дивидендов как раз мы с тобой сегодня пишемся и сегодня по сути заканчивается диф сезон в россии отсечками по сургуту и по транснефти и по сути вторая половина июля и августа не традиционно являются периодами реинвестирования чем америка хуже там отличие от нас в том что все заранее распланировано есть четкие квартальные выплаты и те кто покупать и дивидендные аристократы могут себе нормально спокойно размеренно как говорил да герой с чувством с толком с расстановкой планировать дивидендные поступления и вот это вот интересует людей последние несколько месяцев больше всего не вообще американский рынок в целом вот это как раз не стал интересовать наверно это то о чем ты сказал вопросе конкретные истории но это логично это нормально потому что история с локдауном она наносит свой определенный вносит скажем так на свой определенный вклад в ситуацию это нормально ну хорошо а тема рубль доллар что неужели людей не интересует неужели такие люди аполитичные понимаешь ну слушай я бы сказал рубль доллар это вопрос о экономичности не аппетит а политичных людей довольно много у нас на канале и я сам честно говоря себя не причисляю к сильно политичным людям я все так в стороне держусь но а экономичных людей там точно нет и все люди они говорят о том что собственно говоря происходит с центральным банком россии как меняется его политика меняется она мы видим с тобой на глазах мы видим что в америке в россии две абсолютно противоположные истории реакции на инфляционные ожидания и там и там инфляционные ожидания максимальный за несколько лет но и там и там абсолютно разная реакция регуляторов на эти ожидания если накануне джером пауэлл говорит о том что мы продолжаем вести мягкую денежно-кредитную политику и мы не будем делать резких движений по повышению ставки то представители российского регулятора говорят строго наоборот и вот уже 23 июля это будет следующую пятницу многие ожидают что процент ровно один процент составит повышение ключевой штатки и это не фигура речи то есть здесь быть а экономичным просто невозможно и не забудем что в этот самый период коммерческие банки начали активизацию по привлечению средств людей наоборот финансовых рынков на вклады назад вот уже мне моим коллегам я думаю что тебе тоже наверняка кто-нибудь уже звонил из каких-нибудь банков и говорили андрей слушай что какой финансовый рынок смотри-ка ставки растут может быть часть средств вернем на депозит то есть эта история она постепенно начинает возвращаться но безусловно она пока далека от того что было до циклов снижения ставки пока приток инвестиций на финансовый рынок и открытие новых счетов у брокерских компаний конечно опережает историю с банками но надо посмотреть на регулятора чем черт не шутит может быть мы уже в следующем году войдем в период повышения да потому что инфляционные ожидания есть и они реализуются мы не можем их просто взять и игнорировать а чего там у вас революция идет какие-то кто-то там стреляет за окном я слышу не у нас тут погодная революция я бы сказал грамма вершинская отток может быть шортить надо ты ничего сообщить там машин стрелять ты способ погодного инвестирования если гром на маша пошла по поводу вот то что регулятор американский сейчас успокаивает общественность говорит что компоненты все временной инфляции как ты к этому относишься вообще ты наблюдаешь за этой ситуации но я скажу тебе так просто надо анализировать природу инфляции в россии в америке если в россии так тихо тихо инфляция издержек это не надо гадалки ходить чтобы это понять то в америке природа инфляция немножко другая там тоже есть издержку компонент но я бы ему отдал наверно 20 25 процентов в общем плане остальные три четверти это монетарные стимулы и как раз таки в соединенных штатах регулирование денежной массы на три четверти влияет на историю с инфляцией поэтому все так ждут заявления фрс который по сути является регулятором денежной массы в америке поэтому я думаю что пока для меня вот эти вот истории заявлениями пауэлла о том что нет смысла переходить к более жесткой дкп денежно-кредитной политики а есть смысл пока посмотреть что собственно говоря будет это для меня некий стимул к тому что ну фрс просто не хочет педалировать ситуацию я думаю что где-то в глубине души и чиновники фрс понимают что ставку бы надо повысить тем более мы смотрим что и доходности по американским облигациям сейчас явно не на тех позициях которые они были еще несколько лет назад если очистить их от инфляции так они вообще отрицательные да и понятно что наверно ставку бы надо повысить но никто не будет резко делать такие вещи это очевидно вот твой телефон вижу на экране извини общение с аналитиками что делать дальше это правда понятно извини еще раз это было очень невежливо но надо дать работу иначе люди не будут работать даже знаешь а по поводу российского рынка вот сейчас он вашим индекс ртс вошел некий боковик индекс мася и эморджин тоже до кивике вообще куда это все разродится это будет гром такой как сейчас у тебя там революции чем это будет дальше да нет на самом деле я довольно позитивно смотрю на рынок то что я вижу сегодня по индексу мосбиржи некий такой откат назад это нормально невозможно же вечно расти это нормально что ли были недавно исторические максимумы показаны по индексу мосбиржи а вот что будет поддерживать рынок ближайшее время я уже про это сказал я еще раз повторю это реинвестирование дивидендов традиционно вторая половина июля первая половина августа это всегда на российском рынке реинвестирование дивидендов причем не миноритарями даже крупными акционерами которые получили его получат час наверно концу июля достаточно существенные денежные выплаты и виде дивидендов и виде купонов традиционных так то там банды держит вот и это тоже может поддержать рынок к тому же смотри несмотря на разного рода значит заявление о том что нестабилен курс рубля что вот это вот укрепление которое было недавно она скоро закончится несмотря на разговоры о разного рода санкциях а их продлении которые недавно до со стороны евросоюза были продлены на запрет покупать иностранным инвесторам новый российский долг до новые выпуски с другой стороны мы видим что например такая вещь какая пиа на российском рынке худо-бедно идет такая вещь как появление новых биржевых фондов на российском рынке худо-бедно идет мы видим что недавно по моему накануне мосбиржа представила новый фонд да на акции киберспорта и все что связано с видеоиграми сегодня вот например прекрасная бумага разместилась юмси и на этот медикал цента это по сути появление конкурента где медикал групп мать и дитя в российском публичном пространстве чему я очень рад да и за что я очень давно общем-то говоря агитировал до всех инвесторов которые смотрят на российский рынок появляется большое количество интересных историй появляются новые сектора которых раньше не было на российском рынке вообще и поэтому это меня настраивать на позитивный лад единственное что мне настраивать на негативный лад опять мы не можем не упомянуть о том с чего начали эта история с локдаунами и с ростом вернее с резким волатильным спросом на товары и услуги то есть если мы увидим допустим в двух столицах в питере в москве ну и вообще в центральном федеральном округе на юге краснодарский край вот в этих вот регионах ростовской области которые традиционно важны для многих российских публичных производителей если мы увидим там локдаун то это конечно утащит российский рынок вниз но это уже а экономический фактор как место уговорились их называть это скорее то что надо принимать как форс-мажор будем надеяться что этого не произойдет ну хорошо мы переживем июль переживем август будут реинвестировать то есть дивидендные денежки а дальше то что то есть мы коррекция никогда не увидим этот рост деревьев до небес нет а дальше новый деловой сезон дальше очередные заседания центрального банка в том числе и российского фрс и дальше очень интересная история дальше начнется во первых если начнется инициатива по новому налоговому маневру ты наверно слышал последние инициативы о том что нужно это 400 миллиардов найти на специальные правительственные программы как это так они называются да правда никто их не детализировал пока но некоторые комментарии ряду сми я уже на эту тему успел дать и все меня спрашивают олег и сначала что это за программа такие ну на то они специальные видимо чтобы их не обнародовать но если эти налоговые истории как повышение акцизов например да или повышение налога на добавленный доход или повышение налога на прибыль да пока ничего не принято пока это все обсуждается но очевидно что дым без огня не бывает если эти вещи будут приняты то тогда конечно в сентябре а сентябрь это традиционный период для таких вот новых налоговых инициатив то в сентябре в конце сентября в начале октября мы можем ждать коррекцию как раз на этой истории да потому что тогда многие крупные каналы платильщики надо понимать кто в первую очередь пострадает от таких инициатив это крупные публичные российские компании вот взять топ-10 индекса мосбиржи и посмотреть ясно что они недополучие часть дохода скорее всего они тогда будут вынуждены менять свою дивидендную политику и соответственно это может ударить по капитализации по котировкам вот этот риск есть это я к тому чтобы наши слушатели и ты не думали что все так безоблачные безрадужные гром гремит все-таки гром или чего-то еще это мы потом разберемся вечером буду москве может там они руины может ты что-то скрываешь а ты сам из бункера обещаешь не говорит открыл голову смотрю дождь и назад но у нас теперь в москве нынче не просто проплыть может быть и плыть придется они не ходить поэтому аккуратно по поводу золото что ты думаешь думаю что я остаюсь пока сторонником своей концепции о том что долгосрочно у кого есть большое терпение а именно на несколько лет то это однозначно важная часть инвестиционного портфеля любого уважающего себя инвестора если такого терпения нет или времени ждать нет тогда наверное в золотые активы пока заходить не стоит но я лично отношусь к первой группе инвестора потому что я всегда анализирую статистику там последние 10-15 20 лет смотрю год-год и вижу что в общем доходнее золото мало чего есть другое дело что да оно было под давлением оно было под давлением последний наверное даже год и под давлением того что происходило долговом рынке в соединенных штатах да мы знаем обратную зависимость между трежер с ценами на золото и она была под давлением последних инициатив президентской администрации американской байдена который продолжает кормить рынок заявлениями о том что вот эти вот поддержки на триллион долларов они не завершатся они видимо будут и дальше иметь место быть а вот все вот эти вот поддержки они естественно будут только в плюс золоту потому что доллар будет ослабевать чем больше будет денежной массы долларов и тем больше будет пользоваться золото популярностью поэтому долгосрочно а именно там два три четыре года золото это интересная история если смотреть более близко до конца года ну наверное нейтральный у меня взгляд возможно того там доберется документ уровне что-нибудь из серии 1820 2530 за унцию но не более того а вот 2000 через два-три года это вполне себе хорошая история мы как-то с тобой общались на одной секретной площадке по поводу криптовалюты было дело что ты сейчас думаешь по этому поводу пробьем ли мы вниз 30 ник по биткоинам слушай вне зависимости от секретности площадки это кстати недавно тоже семинар другой секретной площадке а сцены тому что происходит нынче с цифровыми валютами и меня как раз тоже практический вопрос задали я всем отвечаю примерно так что для меня любая криптовалюта которая не имеет под собой но какой-то интересный компонентальной идеи она не интересна биткоин имеет идею накопления то есть это вообще не история с но большому счету да с этом спекуляциями активными покупками продажами в силу механизма его появления ты знаешь да что чем дальше тем сложнее и тем менее стимула манера его добывать соответственно все чаще и все больше он будет цениться именно как средство накопления вот когда в течение времени будет понятно что его добывать становится все менее выгодно тогда цена пойдет вверх пока его еще добывают пока вот у нас мы видим что даже недавно было еще раз у половине на вознаграждение майнером да за каждый следующий bitcoin и тем не менее еще и желающие его подобывать что касается вот этих вот перед перепадов цен которые недавно были до 65 даже в максиме да это в чистом виде спекулятивная волатильная история ничем не подтверждена как это часто бывает на рынке криптовалюты нам некоторых инструментах на традиционных площадках на традиционных рынках поэтому bitcoin лично для меня это не самая интересная история гораздо интереснее для меня например эфир который на котором 90 процентов проектов сделано в цифровой сфере до который имеет свой блокчейн протокол который постоянно обновляется который работает гораздо быстрее чем биткоиновский протокол на и на котором огромное количество проектов сидит они как по крайней мере за счет там средств платы за газ да и пользование блокчейном зарабатывать в отличие от хозяев bitcoin назовем это так биткоин для меня это такая знаешь если можно сравнить вот например есть современные машины очень дорогие да а есть еще более дорогие машины раритетные которые есть там любители пособирать на всяких ултами владелец bitcoin это владелец такого розового кадиллака элвиса пресса владелец эфира владелец там porsche наверно так чёрт у меня эфир есть и usdt так слушай что я хочу хотел только тебе хотел вопрос по поводу левченко володя ратуют за недвижимость и хочешь верь хочешь не верь в этот момент у меня блямкает телефон и запрос сми почему растут цены за недвижимость почему же квадратный метр в апреле стоил 71 тысяча вот а сейчас стоит 97 95 почему же почему спрашиваю ну давай поговорим они целом недвижимости немножко наш последний вопрос в этом интервью вот недвижимость то это сейчас инвестировать или ждать коррекции давай я начну двумя путями отвечу на этот вопрос первый путь это к вопросу об инструментах для меня например недвижимость как таковая это не очень интересный инструмент для именно инвестирования на фин рынках но если уж очень хочется сюда инвестировать пожалуйста есть фонды на недвижимость есть рейд до который гораздо более ликвиднее это как в одном известном анекдоте даже не анекдоте а в реальной истории кто-то из известных инвесторов то ли роджерс то ли баффет горел о том что положите мне на одну половину стола мешок с деньгами на другую ордер на квартиру что я продам быстрее то есть как бы история с ликвидностью она крайне важно поэтому с точки зрения способов выхода у меня однозначно сама по себе недвижимость если я не собираюсь там это недвижимость в ней жить да и там других способов и там используя на не очень интересно теперь что касается почему растут цены ну давай скажем большое спасибо программе льготной ипотеки начала и поклонимся и многим давай скажем большое спасибо тем девелоперам которые активно используют эту историю и продолжают наращивать объемы ввода в строй жилой недвижимости но ты немножко слукавил ты меня спросил в целом а росте цены недвижимости не указал в каком сегменте а это для недвижимости большая обожина про жилую она имеет ввиду явно жилую и реле естественно жилая но понятно что не про про я имею ввиду что есть движимость эконом класса премиум сегменты или среднего если мы говорим про премиум и средний сегмент то там в принципе вообще изменения цен как и предложение спроса не сильно меняется а вот эконом класс действительно растет да такие товарищи как эталон как группа пик как лср они естественно наращивают ввод в строй именно под историю льготной ипотеки потому что недавно она была продлина еще на год и именно под возможность использованию маткапитала в части погашения до долга не надо здесь смотреть только на столичный регион если для столичного региона там использование маткапитала это там небольшая добавка кредиту то для регионов это очень существенно и ясно что рост спроса по закону рынка ведет к росту цен здесь ничего удивительного нет то есть с одной стороны да мы стимулируем рост спроса на жилье предоставляя ипотеку на льготных условиях но тем же самым мы стимулируем рост разгоняемся в этом смысле я согласен с логи левченко который говорит о недвижимости но я с ним согласен не в части покупки недвижимости просто как там как не за как объекта как квартира до с ордером и права собственности а именно как недвижимостью как актива под какие-то интересные инструменты тогда да тогда это интересно а что ты думаешь вот сейчас все-таки есть 3 бедные нотки появились у регулятора нашего чем это все кончится вот все-таки доступность кредитов как слушай но это я пускал даже не нотки это такая ястребиный полет с широкими крыльями но тут как всегда в россии бывает выбор между двух зол что называется вот пройдите как-то пройти между сциллой харибды с одной стороны а ужесточение и контроля над инфляцией надо же понимать что если цб даже говорит про официальные инфляционные ожидания ты можешь понять какие реальные инфляционные ожидания да в россии нынче и другая сторона это как раз доступности ликвидности но пока надо сказать что ликвидность еще может быть обеспечено ведь не только чисто предоставлением денег да на льготной основе есть еще такая штука как залог у фазе ломбардном списке чем активно пользуются многие коммерческие банки в том числе на ту ликвидность на которую они получают у ли по и по уцб деньги покупают на эти деньги фазе а у фазе нынче как раз таки очень интересно с точки зрения цен спасибо как бы опять же политики центрального банка здесь без кавычика на самом деле то есть сегодня например до приобретать трех четырех пятилетки это очень интересная история с такой операции да я думаю что многие банки будут это делать выбирая из ломбардного списка давай залог cb получая ликвидность так что в этом смысле я не вижу прямо уж совсем таких вот мне не знаю ястребийного зоопарка полностью но еще раз повторюсь инфляционные ожидания никуда не делись и центральную банку надо как-то реагировать что он делает спасибо большое олег за интересный интервью прямо сейчас буду пить чай с лимоном спасибо тебе андрей спасибо нашим слушателям и зрителям слушайте гром пейте чай с лимоном пока спасибо спасибо